итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас четверг 7 апреля давайте посмотрим на графики евро фунта и поговорим о дальнейшей перспективы движения видим что вчера хоть медведи продолжили нисходящий тренд сумели добиться обновления недельных минимумов но как по евро так и по британскому фунту давление немного снизилось все ждали результатов и протокол мартовского заседания федеральной резервной системы и в целом видим что небольшой всплеск волатильности не привел к существенным рыночным изменениям не помог он ни покупателям европейской валюты не продавцам и в целом пока все говорит о том что давление на евро скорее всего сохранится и дальше особенно с учетом текущих геополитических событий что касается протокола марковской встречи то очевидно что многие чиновники выступали за повышение процентной ставки сразу на полпроцентного пункта но затем уже ближе заседанию с учетом военной спецоперации россии на территории украины было принято решение повысить только на 0 25 процента ставку но многие не исключили что в ближайшие месяцы ставка будет повышена более агрессивно об этом напомню нам говорил еще на прошлой неделе председатель федеральной резервной системы джером пауэлл было про сигнализировано о том что фрс собирается сокращать баланс свой из будет сокращение на 95 миллиардов долларов из них 60 миллиардов это будут казначейские облигации и 35 миллиардов и ипотечной бумаги что также поможет более серьезно ужесточить денежные политику которая сейчас напомню направлена на в основном на борьбу с инфляцией которая достигла уже 40-летнего максимума в сша что касается сегодняшнего экономического календаря цент надо сделать на данных по изменению объема морозочной торговли в еврозоне за февраль этого года видим что прогнозируется лишний большой рост на 0,6 процента ну и в целом на изменение объема промышленного производства в германии на за февраль но данные за февраль особо особого интереса не представляют более интересно будет отчет европейцев социального банка аналогичный протоколом фрс со встречи по монетарной политике которая пошла у нас марте этого года ну посмотрим насколько агрессивным будет европейцы социальный банк и как европейские политики смотрят на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики выйдут у нас недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице ну и выступает ряд представители федеральной резервной системы это булард это у нас бостик и также выступит нас министр финансов сша джанат елен но вчерашняя встреча особо всплеска волатильности рынка не к всплеску волатильности не привела поэтому я думаю сегодня также ее выступление не будет представлять большого интереса что касается теперь технической картины это пара евро доллар часовой график есть у нас ближайшее сопротивление но 925 образованы по итогам вчерашнего дня думаю за него сегодня и будет основная борьба если мы пробиваемся выше закрепляемся на этом диапазоне активности медведей нету то тест сверху вниз будет сигналом на открытие длинных позиций и в таком случае можно рассчитывать на восходящую коррекцию в района 970 где рекомендую продавать сразу на отскок с коллекции 25-30 пунктов внутри дня если все-таки медведи сумеет защитить уровень на 925 но 935 сформируйте сложный пробой ближе ко второй половине дня давление на пару может вернуться и в таком случае можно ожидать повторного снижения к 08 75 здесь конечно же быки постараются выстроить новую нижнюю границу восходящего коррекционного канала но в случае пробоя 08 75 скорее всего увидим мы дальнейшую распродажу на 843 и 08 10 от этих уровней особенно 08 10 можно смотреть покупки сразу на отскок с той же коррекции в 25-30 пунктов внутри дня что касается британского фунта здесь ситуация в принципе нас аналогично пока быки всеми силами защищают нижнюю границу широкого бокового канала 30 50 31 60 и конечно же медведи будут сосредоточены на защите 31 фигуры формирование ложного пробоя в районе 3099 все это будет сигналом на продажу ну и конечно же акцент сделан на 3050 прорыв закреплением ниже этого диапазона снизу вверх все это усилить давление на пару и повалимся мы на 3027 и 30 01 где можно посмотреть покупки внутри дня с коррекцией 25-30 пунктов если никакой активности продавцов на 3099 нету видим что этот уровень вчера тестировал сразу три раза вполне вероятно что четвертый подход к этому диапазону позволит пробиться выше поэтому закрепление выше 3099 либо еще раз повторюсь ложный пробой на 3050 все это будут сигналы на покупку и в таком случае можно рассчитывать на коррекцию 3131 и на возврат к верхней границе бокового канала 3163 откуда при первом тесте сегодня рекомендую продавать сразу насколько с коррекцией 25-30 пунктов внутри дня всем удачи